В то время как Мьянма и Бангладеш начали переговоры о возвращении на родину беженцев Рахинджа, Верховный комиссар ООН по делам беженцев подтвердил, что это репатриация, процесс, хотя и очень сложный, но возможный. Филиппо Гранди выступил на пресс-конференции в Японии, где находится с трюненным визитом. «Самое важное в этом вопросе – это политическая воля со стороны властей Мьянмы. Тогда это будет работать». По словам Гранди, миграционный кризис с Рахинджа худший в мире с 90-х годов прошлого века. Мьянма с 1922 года не считает представителя этой мусульманской народности своими гражданами. Конфликт обострился в августе этого года после столкновений Араканской армии спасения Рахинджа с Мьянманской правительственной армией. С тех пор соседний Бангладеш, спасаясь от насилия, бежало уже более 600 тысяч Рахинджа. «Не сажайте в тюрьмы просителей убежища. Мы постоянно повторяем правительствам, что поиск убежища – не преступление. Поэтому нельзя за это лишать людей свободы. Есть много других способов их контролировать, чтобы избежать насилия и гарантировать дальнейший процесс их проверки». Ранее на этой неделе переговоры с властями Мьянмы и Бангладеш провела и глава дипломатии ЕС Федерико Магирини. По их результатам, она также выразила уверенность, что достижение соглашения по репатриации Рахинджа возможно. В ходе визита в Токио Филиппо Гранди также призвал Японию принимать больше беженцев. Эта страна – одна из самых неприветливых к искателям убежища среди развитых государств мира. В этом году она приняла всего троих человек. В прошлом – 28, хотя заявок было более 10 тысяч. Сегодня в Украине впервые отмечают День десантно-штурмовых войск. Также с сегодняшнего дня военнослужащие бывших высокомобильных десантных войск будут носить не голубые, а темно-бордовые береты. От сегодня моим решением, колором украинского десантного стае темно-бордовые. Это колор крови десантников, пролитых в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 страны, 19 из которых – это страны-члены НАТО. Таким образом, мы, между прочим, проводим еще один стандарт Певно-Атлантического альянса, до членства в котором я имею твердый намер привезти Украину. Кроме цвета берета, также меняется и знак на нем. Теперь будет купол парашюта, как символ десантных подразделений во всем мире, крылья архистратига Михаила и огненный меч. Глава государства также напомнил, что за время вооруженного конфликта с Россией и ее приспешниками погибли 469 десантников. Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейское банковское управление после Брексита переедут в Амстердам и Париж соответственно. Решение приняли после трех раундов напряженного голосования. Соперником Амстердама был итальянский Милан, а Парижа – ирландский Дублин. «Состязание было напряженным. Нам пришлось голосовать по каждому вопросу по несколько раз». Агентство ЕС по медикаментам следит за безопасностью лекарственных препаратов Евросоюза и занимается их научной оценкой. «Конечно, Нидерланды очень рады той ответственности, которую на нас возложили европейские страны. Тому, что Европейское агентство по медикаментам переезжает в Амстердам. Это хорошая новость для пациентов со всей Европы, поскольку мы сможем контролировать медикаменты на рынке». Эксперты уже сказали, что переезд агентств станет ощутимым экономическим ударом для Великобритании. «Теперь Еврокомиссия должна подготовить законодательные предложения». Окончательные решения будут утверждены после голосования в Европарламенте. За три квартала 2017 года в Украину в режиме импорта было ввезено 109 600 лековых автомобилей. По сравнению с технологичным периодом прошлого года импорт вырос на 92%, а его таможенная стоимость составила более полутора миллиардов долларов. Об этом сообщили в Ассоциации Украфтопром. Из этой суммы почти миллиард 200 миллионов было потрачено на новые автомобили, которых завезли 60,5 тысяч, а 346 миллионов долларов на 49 тысяч поддержанных авто. Больше всего автомобили в Украину ввезли из стран ЕС – 69,5 тысяч. Это 63% от общего объема импорта лиховых автомобилей за 9 месяцев текущего года. При этом доля новых авто в евроимпорте была только 44%. Остальные 56% пришлись на автомобили, бывшие в эксплуатации. Страной-лидером по поставкам авто в Украину стала Германия, из которой везли 25 тысяч машин. На втором месте импорт из Японии – почти 14 тысяч. Замыкает тройку лидеров Франция, отправившая в Украину 10 тысяч авто.